Видео подготовлено сайтом Рокки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из священника алгебры 7 класс, автора Мерзляк Полунский и Кир, под номером 980. Нас просят составить уравнение с двумя переменными под данным условием. Мы знаем, что разенства, содержащие по две переменные, называют уравнениями с двумя переменными. Поэтому нам нужно составить такие равенства. Итак, первое условие. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна А сантиметров, основание – Б сантиметров, а периметр – 32 сантиметра. Итак, под номером 1 запишем краткое условие. У нас дан треугольник АВС, две его боковые стороны АВ и ВС равны по А сантиметров, а основание АС равно Б сантиметров. И периметр нам тоже известный. Поскольку у этого треугольника две стороны равны, то составим с вами формулу для того, как можно вычислить периметр этого треугольника. Мы знаем, что периметр – это сумма всех сторон, но поскольку у нас две стороны равны, то мы можем 2 умножить на длину одной из них. Это будет 2АВ и плюс основание АС. И теперь, когда у нас есть формула, мы можем в нее подставить. Итак, 2 умножаем на длину стороны АВ, это А, получаем 2А, плюс длина основания, она у нас Б сантиметров, плюс Б. И мы знаем с вами величину периметра, это 32 сантиметра. 32. Все, мы составили с вами равенство с двумя переменными А и Б, значит, это уравнение с двумя переменными под номером 2. Один автомобиль проехал со скоростью х километров в час за 6 часов на 32 километра меньше, чем другой автомобиль со скоростью у километров в час за 7 часов. Итак, что нам известно? У нас есть 2 автомобиля. Первый едет 6 часов со скоростью х километров в час и проезжает расстояние. Второй автомобиль за 7 часов проезжает со скоростью у километров в час тоже расстояние. И расстояние, которое проехал первый автомобиль, меньше расстояние, которое проехал второй автомобиль на 32 километра. Если мы знаем с вами сравнение двух величин, так что первая величина меньше второй величины на 32 километра, то как бы мы получили, как бы мы узнали, что одна величина меньше другой на 32? Мы просто от большей величины вычли меньшую. Поэтому из данного неравенства мы можем составить равенство от большей величины, это расстояние, которое проехал второй автомобиль. Мы можем вычесть расстояние, которое проехал первый автомобиль. И эта разность будет равна 32 километрам. Ну и теперь нам осталось вспомнить с вами формулу, как найти расстояние. Чтобы найти расстояние, нам достаточно время умножить на скорость. Все. Мы можем составить с вами уравнение. Расстояние, которое проехал второй автомобиль, умножаем время на скорость, получаем 7у минус. То есть расстояние, которое проехал первый автомобиль, он ехал 6 часов со скоростью х километров в час, поэтому проехал 6х километров. И разность эта равна 32. Подчеркиваем. 7у минус 6х равно 32. Это равенство, содержащее две переменные х и у. И называется уравнением с двумя переменными. Третье условие. В одном магазине было х центнеров яблок. Во втором – у центнеров. За день в первый магазин продал 14% яблок. А во втором продали 18% яблок. Причем во втором магазине продали на 1,2 центнера яблок меньше, чем в первом. Итак, мы знаем, сколько процентов продали яблок в первом и во втором магазине. Как узнать, сколько это будет в килограммах? Мы знаем, чтобы найти проценты от числа, мы можем проценты представить в виде дроби и умножить это число на эту дробь. 14%. Как узнать, какая это будет дробь? Мы знаем, что 1% – это 1 сотая часть. Поэтому 14% делим на 100, получаем 0,14. И тогда, чтобы узнать, сколько продали в первом магазине, мы эту дробь умножаем на число. 0,14 умножаем на х. Получаем 0,14х центнеров. Во втором магазине продали 18%. Представим в виде десятичной дроби. 18% делим на 100, получаем 0,18. И теперь находим дробь от числа. Умножаем 0,18 на у. Получаем 0,18 у центнеров. Это продали во втором магазине. И теперь мы знаем, что во втором магазине продали меньше, чем в первом на 1,2 центнера. Как получили, как узнали, что во втором магазине продали меньше, чем во втором и на сколько? Просто от большей величины вычли меньшую и получили. Поэтому больше у нас продали в первом магазине, а там продали 0,14х. Меньше продали во втором магазине 0,18у. И эта разность составила 1,2 центнера. Вот мы и получили с вами равенство, содержащее две переменные x и y. Это уравнение с двумя переменными. 0,14х минус 0,18у равно 1,2. Все, мы выполнили с вами задание. Составили три уравнения с двумя переменными по данным условиям. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.